У нас изначально втулка Novotec под 148 мм, бустовая получается. Под 12-ю ось. И, соответственно, у нас есть хороший токарь, который изготовил переходник под 10-ю ось, то есть под обычные GT-шки, у которых обычные дропауты вертикальные, и посадочное место 10 мм. И укоротил эту втулку до 141 мм. 141 мм плюс 4 десятки. В общем, там 141 с небольшим, они там бывают 141, 141,5, 142 мм. Они, в принципе, все совместимы, потому что дропауты сожмутся. То есть толстая, с такими наконечниками. А, и вот здесь сервенты надо подобрать, которые вот сюда. М6 обычно. М6 сюда встанут. Ну, как под тормоза. И как посадка. Посадка, ну, очень такая, без люфта. То есть она ходит, но без люфта. Чувствуется, что цепляет чуть-чуть. Нормально. То есть, если надо, переделка любых втулок под стандарты 9 мм или 10 мм, то можно изготовить. Обращайтесь, контакты токаря мы вам дадим. Таким вот образом он затягивается. То есть сюда вкручивается винт и не дает колпачку открутиться. И посадочное место, вот это вот, оно зависит от ширины дропаута вашей рамы. Потому что толщина алюминия самой рамы может быть немножко разной. Там 8, 9 или даже 10 мм. Поэтому это тоже нужно измерять. Потому что петух может там немножко выступать с одной стороны, например, а с другой стороны не выступать. Вот эти посадочные места могут быть чуть-чуть разные, а колпачок должен плотно прижать втулку к раме. Сейчас втулочку самую покажу. Такая втулка, такая модель. Здесь получается два промподшипника в самой втулке и два промподшипника в барабане. Втулка изначально под раму, у которой расстояние между перьями 148 мм. И под 12-ю ось она идет. И переделали под 10-ю ось. И обточили эти края. И ось тоже. И ось тоже, да. И ось тоже.